Хоккейный клуб Саров Инвест Стал Радик Закиев в хоккейном клубе Кустова и Даниил Терентьев Если хоккейный клуб Кустова одержит победу сегодня, то разница в очках между хоккейным клубом Саров и хоккейным клубом Кустова составит 4 очка Напомню вам И будет удаление сейчас в составе хоккейного клуба Кустова На скамейку штрафникова поедет Дмитрий Пашков И сейчас как никогда есть возможность у хоккейного клуба Саров Инвест сократить счет Используя численное большинство Посмотрим что получится нашей команды Селякин Передача на Калинина Неплохая передача из-за ворот Получился бросок у Владислава Парфенова Но, к сожалению, шайба не попала в створ Неточная поперечная передача Бросок Селякина И Вновь шайба зажата Василием Колесниковым Парфенов на Селякина Уходит Парфенов на пятачок Чтобы закрыть обзор Очередной бросок Поворотом И судья фиксирует Игра высоко полгнутой клюшкой Выигрывает Саровчане Вбрасывание в средней зоне Удается Гостям сегодняшней встречи Вывести шайбу В численном меньшинстве Из своей зоны Саровчане вновь начинают атаку Клепнев проходит в среднюю зону Бросок поворотом Шайба вновь попадает В игрока в белой форме Пока Численное большинство у Саровчан Не особо получается Бросок поворотом Шайба опять попадает В игроков Кстовской дружины Лазнобин Передача на пятачок Где шайба? Не видно ее И Шайба завладела Алексей Ордин Автор результативной передачи Быстро Саровчане начинают атаку Проходят в среднюю зону Не удается Не удается закрепиться Саровчанам в пятером Очень много лишнего Как мне кажется А гости уже в пятером На площадке Передача на синюю линию Бросок поворотом Перед вратарем находился Андрей Калашников Неоградительная сетка Касается шайба Ног сбрасываем в зону Хоккейного клуба Калашников Передача на синюю линию Бросок поворотом Очень опасно сейчас было Могла получиться Контратака У гостей Поздав Удается пройти Среднюю зону К сожалению Не заканчивается Это ничем Броска поворота Мы так и не увидели А вот сейчас Бросал опасный Алексей Уорден опять У команды гостей Конечно Проходят атаки Сейчас немного меньше Чем в первом периоде Но Они не менее опасные Завладели шайбой Саровчане Есть возможность Поменяться Передача под синюю линию Вопроса не будет Хорошая передача От Андрея Семенова Накатывался Сейчас На пятачок Игрок Из Кстова Хороший момент Есть возможность У Сергея Калинина Убежать в 1-0 Пошел в обыгрыш И великолепно играет Василий Колесников В шпагате удается ему Спасти ворота Свои От пропущенной шайбы Тем не менее Врата Как говорят Сейчас Это полкоманды Это конечно Очень заметно Не удается пока Саровчанам Открыть счет В этом матче Много моментов Хороших создают Ребята Но Сейчас тоже По мне Было удаление В команде Кстова Явно цеплял Ярослава Селякина Игрок В белой форме И сейчас Александр Малов Показывает Мастерство Своей растяжки Обменялись Такими Хорошими Сейвами Вратари Обеих команд В этом Достаточно Коротком промежутке Да Обилие опасных моментов И открытые игры Сегодня Присутствуют Но напомню Счет 2-0 Пока Саровчанам Не везет Зазнобин Бросок по воротам Отлетает шайбы На пятачок Саровчане Сохраняют за собой Шайбу Шестаков Крутится Как волчок В углу Снова Наброс на ворота И снова Шайба Попадает В коньки Радику Закиеву Сегодня У Дениса Федосова Не очень Хорошо получается Доставить шайбу До ворот Хоккейного клуба Кстова Почему-то все Попадает Ровным счетом В игроков В коньки В щитки Куда угодно Но только не В ворота Василия Колесникова Калашников Бросок по воротам Снова шайба Попадает В игрока Да Нужно нашим хоккеистам Тренировать броски Похоже По воротам Есть возможность Атаковать У хоккейного клуба Саров Инвест Что и происходит Хорошая передача Есть возможность Бросить по воротам Что и происходит Андрей Калашников Бросал сейчас Но шайба Попала В оградительную сетку От клюшки Защитников Хоккейного клуба Кстова Есть все-таки Хорошие атаки У Саровчан Это видно Это заметно Ребята стараются Но Шайба еще так и Ни разу не побывала В воротах Василия Колесникова Тем временем Атакует Автор второй Заброшенной шайбы Окей Ну клуба кстова Напомним вам Что это Даниил Терентьев Не удается пока Саровчанам Завладеть шайбой В своей зоне Это говорит о том Что Что все атакует И атакует И опять опасный момент В ворот Александра Малова Подбирает Теперь уже Защитники Саров Инвест Шайбы За своей За своими воротами Простите Но это видимо Ненадолго Вновь шайба Отправлена В зону Кокейного клуба Кстол От Василий Саров Инвест Селякин По правому краю Уходит Опять за ворота Некому помочь Пока Ярославу Отправляется Шайбу Обратно В угол Фидосов Наброс на ворота Вот в этот раз Шайба дошла До ворот Василия Колесникова Но шайба Четко зафиксирована Им в ловушке Выигрывает Саровчане В браслане Бросок Клепнева И шайба Опять Попадает В ноги Контратакует Кстола Наброс на ворота Не могут разобраться Кто будет подбирать Шайбу Савинкин Хорошая передача На дальний край Атака 4 на 3 Бросок Поворотом Снова шайба Попадает Да что ж такое Попадает Шайба Опять В щитки Игрокам Хоккейного клуба Кстола Да Очень хорошо Обороняются Кстовчане Выигрывает Саровчане В браслане Вновь бросок И вновь Кстова Принимает Шайбу На себя Теряют Защитники Шайбу В своей зоне И после Небольшого Столкновения Ворота Даже не выдерживают Натиска Саровчан Видно Видно Что очень хочется Ребятам Забросить Шайбу Как-то Сократить Отставание В счете Но прошло Уже больше Половины Второго Периода И пока Счет Остается Прежним Вывели Саровчане Шайбу Своей зоны Ошибаются Нападающие Неточная Передача На Алексея Демина Сильно По борту Выводит Саровчане Шайбу Можно Получиться Какая-то Контратака Вброшена Шайба В зону Хоккейного клуба Кстова Родионычев Ходит Михаил Родионычев За ворота Неплохая Передача На пятачок Но там Никого не было Не дает В обиду Александра Малова Очередной Бросок По воротам Александра Малова Благо Шайба Проходит Мимо ворот Вновь Кстова Из-за ворот Начинает Свою атаку Несется В зону Соперника Алексей Ордин Очередной Бросок И Опять Александр Малов Спасает Ворота Саров Инвеста Но К сожалению Это происходит Не каждый раз Еще 2-0 Пока В пользу Гостей Кристаков Делает Оставление На Клепнева Фидосов Некому Отдать Денису Сохраня Все равно Шайбу Защитник Хоккейного Клуба Саров Инвест Кристаков Шайбу В углу Фидоса Бросит Поворотом Думаю Уже Защитники Знают Что будет Наброс И стараются Всяким Попала В шлем Александру Малову Показывает Он Что все В порядке Готов Выступать Дальше Савинкин Передача В центр Чуть Чуть Не точно Набегал Там Сергей Клепнев Калашников Перехватывает Шайбу Хороший Выход Один В один Козда Срабатывает Игорь Козда Две минуты Но не забивает Есть возможность Киноклуба Саров Инвест Использовать Численное Преимущество Калашников Парфенова Вновь Калашников Просок Поворотом Ближний угол Бросал Андрей Там было Все заблокировано Восок от синей линии Можно было добивать Сейчас Но Далеко Шайба Отскочила Бросал Евгений Колотухин В прошлом Году Проходил Символический Матч Звезд Областных Команд Победителей Лиг Был там Конкурс На силу Броска И от хоккейного Клуба Саров Инвест Уступал Как раз таки Андрей Калашников И Евгений Колотухин Так вот Эти ребята В составе Нашей команды Бросают Со скоростью В среднем 150 км В час Напомню Что В этом году Рекорд Лиги Кхл 164 км В час Так что Не особо Много Разницы Между Бросками Континентальной Хоккейной Лиги И бросками Высшей Лиги Области И первой Лиги Области Хотя Конечно 14 км В час Это Не так уж И мало Ну вот Сейчас Вновь Листакова Задерживают Клюшкой Вновь Как по мне Было Удаление Но Не решается Белозерцев И Александр Именно Сегодня Главный Арбитр Встречи Поднять Руку А тем временем Численное Большинство Для Саровчан Уже Окончилось Не принесло Это Забитых Шайб Хоккейной Клуба Саров Инвест Слякин За ворота Идача На синюю Линию Но Селякин Ошибается Ярослав Просток Поворот И первая Шайба Саров Инвеста В воротах Василия Колесникова Наконец-то Саровчанам Удается Забросить Забросить Шайбу Гостям Саровчанам Саровчанам Немного Сократить Отрыв В счете И за 4 минуты До Свистка Оперерыва После второго Периода Шайбу Становится 2-1 Вновь Продолжают Саровчане Саровчане Наращивать Темп Пока Шайба Пошла В сторону Ворот Колесникова И Счет Становится 2-2 Вот за Такой Короткий Промежуток Времени Удается Саровчанам Счет Сравнять Буквально За несколько Минут Видимо Василий Колесников Даже не понял Как это Произошло Все было Так Что Шайба Была Вброшена В зону Хоккейного Клуба Соло И неудачный Отскок От стекла Никто Не ожидал Что шайба Будет Находиться После Рикошета На пятачке Хоккейного Клуба Кстова И после Двух Передач Игорь Поздов Пустые Ворота Отправляет Шайбу Счет 2-2 И это За несколько Минут До Сиска На перерыв Это Наверное Командик Стов Очень Обидно Два Гола В раздевалку Это Конечно Не совсем Приятно Тем временем Саровчане Вновь Атакуют Христаков Бросал Поворотом Давайте Ребята Может быть Получится Забросить Третью Шайбу Калинин Ошибается Саровчане В средней В средней Зоне Вот такая Интрига Сегодня Встреча Проигрывали Откровенно Говоря Саровчане Со счетом 2-0 Но Смогли Смогли Реабилитироваться Понимал Что счет 2-2 Попадает Сейчас Шайба В коньке Сергея Калинина Который лег Под бросок Бросок Поворотом Не получается У Руслана Зазнобина Хотя Отличный Сейчас Был момент Опять У Саровчан Видно Конечно Что под конец Второго Периода Добавили Хоккеисты Саров Инвеста Вновь Бросок Не могу понять Что происходит У Досова Вновь Шайба Попадает И сейчас Был отличный Момент У Руслана Зазнобина Не получается Опять бросить Ему сходу Братарь Уже Переместился В другой край И угол Был абсолютно Пустой Но к сожалению Не получился Бросок У Зазнобина Остается Несколько Секунд До перерыва Родионович Дает Передачу За Киева Ну и В шайбу Угстова Наброс На ворота Накатывался Там Евгений Доников Селякин Бросок Поворотом Ну и В шайбу Попадает В коньки Итак Перерыв После второго Периода Счет 2-2 Продолжение следует